Я, конечно, абсолютно сценическое животное. И Мединский просто, он меня поймал за руку вот так. Сказал, Коля, умоляю. Потому что я как был, чурка безграмотная. Как это страшно, когда жизнь потрачена на винегреты. Открой рот. Ешь, ешь, проглоти, а теперь запей. Тупые ноги, тупая морда. Голяк. Я рыдал, орал, выходил в окно, входил обратно. Мама, какое США, ну нафига нам не нужно было? Мама и Большой театр. Не стыдно это сказать, он подонок. Я очень давно разочарован в своей профессии. Я очень давно разочарован в культуре. Нет, это никогда. Паспорт я не испачкаю. Николай Максимович, спасибо за то, что пригласили в гости и разрешили провести съемку здесь. В гости с пустыми руками не ходят. Красивое начало, я люблю такое начало. Небольшой подарок. Спасибо. Василий Григорьевич. Базиль. Базиль. Продолжить. Спасибо. Это, собственно, программка сезона, если не ошибаюсь, 34 или 35. Если учесть, что завтра день рождения Рудольфа Нуреева, и он сразу танцевал там, то все очень символично. Спасибо. Спасибо вам еще раз. Нина Михайловна Мозер, наш выдающийся тренер по фигурному катанию, сказала, что в один из моментов общения Коля у меня попросился в фигурное катание. Зачем вы попросились в фигурное катание? Вы знаете, я очень давно разочарован в своей профессии, я очень давно разочарован в культуре, я очень давно разочарован в образовании. Я очень честно исполняю свои обязанности, очень честно. И я не вижу по-настоящему государственной политики, целесообразной, направленной на сохранение образования и культуры. Мне неинтересно. Вот все, чем я занимаюсь, мне вообще неинтересно, мне вообще не хочется это делать. Я это делаю только по одной простой причине, что я просто, когда я на что-то соглашаюсь, я всегда это доделываю. Все находится на самом деле в очень плачевном уже состоянии и скоро принесет самые плохие плоды, потому что тенденция к тому, чтобы изображать из себя толпу в голом короле, да, вот как у Андерсона, да, когда человек идет голый, а все вокруг бегают и кричат, что «Боже, какое платье, Боже, какое платье!» Я это не приемлю вообще. Больше всего на свете я не люблю тратить время зря. И, понимаете, такой момент очень интересный. Я очень четко понимаю, что я из себя представляю как человек, что я из себя представляю как профессионал, что я умею, что я не умею, что я могу сделать, а что я не могу сделать. И моя биография, да, моя театральная судьба, она показывает, как нельзя точнее, что я никогда не врал и никогда никого не обманывал. Просто в том плане, что если я видел, что вот я в этой роли не просто убедитель, или на свое, и сказал, я его исполнял. Если я чуть-чуть понимал, что я сейчас опущу планку, я приходил и говорил, «Слушайте, я, в отличие от всех моих коллег, не держался ни одной секунды, ни за роль, ни за положение, потому что все, что я в жизни достиг и получил». Да, конечно, у этого есть очень большое количество труда, у этого есть очень большое количество труда других людей, как выдающихся педагогов, да, но у этого есть самое главное – божественное провидение. Мне эту профессию, вот так Господь Бог просто опустил на меня. Я не могу вам сказать, что я бы хотел этим заниматься. Мне нравится балет как действо, мне не нравится балет как работа, потому что это очень тяжелая физически насыщенная работа. Я, закончив танцевать, сказал, никогда, больше никогда не пошевелю даже ресницей. И я это, потому что я не приемлю физический труд. Вообще, как я стал артистом балета, мне непонятно. С моей ненавистью к движению. И понимаете, когда я задумываюсь, мне все равно, я не только Нине сказал, забери меня в фигурное катание. Я, честно, подошел к Антону Золотопольскому, с которым я очень много дружу. Это один из крупных чиновников на ВГТРК. И сказал, Антон, я готов читать даже… Новости. Нет. Ну, зачем новости? Прогноз погоды. Прогноз погоды. Вы понимаете, мне неинтересно этим заниматься. Я с большим удовольствием поменяю профессию. Вот с большим удовольствием. У меня, когда я сказал, что я прекращаю танцевать, все, все, кто меня окружал, мне не поверили. Мне все сказали, кто угодно, только не ты. Ты захочешь обязательно, ну, как бы, типа, ты не сможешь без этого жить. Я сказал, я? Ну что, я вот так снял грим, повернулся и ушел. Если честно, я сам думал, что у меня будет ломка. Я сам ждал, ну, когда же, когда же у меня задрожит глазное дно и польется слеза. Ни одной секунды. Ну, тщетное же осталось. Нет, тщетное – это совсем другое. Тщетное – это мой… Вы знаете, я, к сожалению, имею особенность любить до конца. Я очень люблю мою ученицу Лину Воронцову, хотя ее, ну, к ней многие по-разному относятся, но для меня там она и очень красивая девочка, и очень способная девочка. Это одно. Но я ее просто еще очень люблю. И просто был такой тяжелый момент у нас психологический. Ей пришлось уйти из Большого театра. Одной из самых одаренных девушек не просто в России, а на планете Земля и в этом поколении рядом с ней по способностям, по внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант. И мало того, когда был явный харассмент, вместо того… И вот это тоже очень большая проблема в нашей стране, когда надо было встать на позицию девушки, которую с 15 лет преследовал человек, преследовал, унижал, заставлял… А она на удивление… Вы знаете, если честно, я очень часто об этом думаю, вот задним числом таким и думаю, что как ребенок это вынес, потому что такое давление, которое этот подонок к ней вообще испытывал, сколько на нее вылито было, простите, дерьма. Другого слова не могу сказать. Я просто хотел поддержать. Да, это роль была мечта моя еще со школьной поры, когда я просто увидел на видеокассете этот спектакль. Потом, когда это в 2002 году или в 2001 у нас ставили в Большом театре, я сразу сказал, я не хочу танцевать главного героя, мне неинтересно, слушайте, я это сделал 300 раз. Вот это мне интересная роль, там есть что играть. Мне тогда очень смешно говорил постановщик, что вы слишком ценны в другом для того, чтобы так рано, в общем, не сложилось. И тут я просто пошутил, и Кехман, не потому что он ко мне хорошо относится как к артисту, ни в коем случае, он ко мне очень плохо относится, как, естественно, видя во мне человека сильного, он сильных людей не любит и так далее, там подобное, он посчитал деньги просто, какие он может извлечь из этого. Ну, конечно, достаточно смотреть на цену билетов без цискоридзе чьего и с вами. Как бы он, я просто сказал, я бы с удовольствием станцевал один раз, вот просто один раз Лину поддержать. И когда я это сделал, Володя меня уговорил это сделать еще раз и еще раз, но, знаете, что я обнаружил? Удивительную вещь. Я, конечно, абсолютно сценическое животное, и я думаю, что любой человек, попадающий в зал, прекрасно понимает разницу вот этого человека, который живет под оболочкой Николая Цискоридзе и всех остальных. Я, чтобы вам еще было понятно, я очень занятой человек. Репетировать много, у меня нет времени. У меня вот сделано, я не знаю откуда, я выхожу, из меня что-то там выливается. Но я вдруг из своей рутинной жизни оказываюсь в своей бывшей жизни, которую я вычеркнул, я эту дверь закрыл. Вдруг запах кулис, какое-то волнение совсем другое, нежели когда ты должен произносить речь или вести передачу. Какая-то, знаете, какая-то такая ностальгия. Вот ты чувствуешь вкус что-то из детства. У меня так еще сложилось в жизни, что я когда заканчивал танцевальную карьеру, я даже квартиру поменял. Вот просто так все совпало. И я вот из той жизни вышел и закрыл дверь. Я честно вам скажу, просто физически будет сложно, если я войду в форму, со своими данными я войду в форму достаточно быстро. Я выйду и станцую вариацию в щелкунчике лучше любого современно танцующего этот балет в Большом театре мальчика. Даже Родькина? Даже Родькина. Очень его люблю, даже Родькина. Физические данные. Ну вот так Господь Бог. Я не хотел это делать, понимаете? Все. Вот у меня были вилы от того, что я стал волноваться, от того, что я стал очень, как сказать, чувствовать себя уязвленным, потому что возраст пошел. Я его стал чувствовать. Я этого не хотел. Вот, потому, как бы, понимаете, вот это четное существо появилось только из-за Анжелины, а потом вот иногда я это выхожу делать просто чисто во многом для себя. Мне мама в детстве очень сильно объяснила, когда я стал учиться в хореографическом училище, я был достопримечательностью. Я уже, у меня, конечно, крыше что-то поснесло. Я шел, вот типа вот сегодня очень такой гордый, что у меня сегодня спектакль в оперном театре. Мама мне сказала, Никочка, для кого поют птички? Птички для кого поют? Вот как ты думаешь? Я сказал, там, для народа. Да нет, птички поют для себя. И ты танцуешь для себя. А люди, которые убирают улицу, они гораздо важнее делают работу. Она все время пыталась вот это успеть сбить. Я ей очень за это благодарен. Я очень хорошо понимаю, что, выходя из театра, надо образ снять. Я не приемлю людей. Вот в театре лучше ко мне по иерархии не подходить. Конечно, я стою так высоко, что я любого быстро поставлю на место. Но вне театра, вне работы, мне вообще все равно. Узнали меня, не узнали. Вспомнили мы мои звания регали. Мне, клянусь, правда, все равно. И потому что я за свою профессию очень спокоен. Я очень честно ее, как сказать, этот крест 21 год я нес очень честно. Вот, и все. Потому как бы, когда ты достигаешь разочарования в чем-то, ты ищешь, как применить какие-то свои способности с удовольствием. Вот и все. Если не ошибаюсь, вы же с Анжелиной выходили еще в «Жизеле». Я с ней везде выходил. Я, когда ее взял, во-первых, она мне помогла, как молодая... Я, по примеру, Улановой сделал. Дело в том, что Галина Сергеевна танцевала долго. Она стала танцевать с молодым танцовщиком Николаем Фадеевичем, который впоследствии стал моим педагогом. И она этим самым себя подтягивала. Когда рядом с тобой стоит молодое тело, силы другие, энергия другая, подвижность другая, ты невольно подтягиваешься. И, конечно, я себе во многом продлил юность. Но когда я... Но я каждый спектакль же записывал и отсматривал. Я очень критично относился к танцам Николая Цискоридзе. Мне было безразлично, что говорят другие, потому что я знал, что я из себя представляю. Мне не надо объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Я всегда вижу, когда плохо, и первый... Вот. И когда я просто понял, что имитировать юность мне уже стало сложно, а юности уже не было, когда тебе 35 лет, у тебя нет юности, мышцы их нет. Просто в моем уникально созданном для этого теле это было чуть-чуть дольше, на два года дольше, чем у простых людей. Я быстро это прекратил. Нет, Альберт и Зигфрид, так же, как и Дезирей, должны быть юными. Это не может быть. Вот эти вот стареющие люди, бегающие по сцене, еле-еле, это не может быть. С кем ты из учеников? Потому что я вот посмотрел, по-моему, кроме Анжелины, вы на сцене не пересекались ни с кем? Ни с кем, нет. Я очень хотел станцевать, очень хотел станцевать «Лебединое озеро», чтобы был Денис с Зигфридом, а Анжелина от этой отделе «Я злый гений». Я просто один раз это хотел сделать, потому что я настолько, как сказать, этих детей люблю, и они для меня, несмотря на то, что они уже взрослые артисты, очень опытные, они все равно для меня дети, и по-другому никогда не будет. Я их не буду никогда по-другому воспринимать. Я их сначала воспринимаю, как что-то свое, очень родное, потому что в них вложено колоссальное количество моих знаний, не только о балете, а вообще о мире, об искусстве, о всем. Я думаю, что они вам это могут со своей стороны рассказать. Хотя у каждого есть ко мне какие-то претензии тоже. У вас в Чаренко какие претензии были? Вы знаете, этот мальчик оказался на удивление серым внутри. На удивление. Я никогда не думал, что... Когда мне стали говорить, что он такой озлобленный, я не верил. Я говорил, не, ну что вы. Вообще очень странно. Я очень поздно стал понимать, что генетика вещь безумно, как сказать, ну... Романтичная. Но она правдивая, понимаете. Вы когда берете маленькое животное, ну, она, ну, милая. Это кошечка. Но из одной кошечки вырастает... Ну, как сказать, из котенка, из какого-то тигра, из какого-то вырастает шакал. К сожалению. И когда Тёмик стал взрослеть... Вы знаете, у меня очень плохое качество. Если я кого-то полюбил, это навсегда. Я Тёму люблю точно так же, как и Дениса и Анжелину, несмотря на то, что он смотрит... Мне не стыдно это сказать, он подонок. Но я во многом его оправдываю. Человек, который алчит... Ну, алчный очень. Который хочет любыми путями пролезть, он наступит на кого угодно. Он продаст кого угодно. Но это, понимаете, его можно оправдать, если встать на его точку зрения и так далее. Но другое дело, что есть какие-то высшие идеалы, и они у всех разные. И вот у меня, с одной стороны, когда мы с ним что-то готовили, он был моей большой ошибкой очень, потому что не было опыта. Ещё тогда были живы мои педагоги, и Певестов, и Фадеичев, естественно. Фадеичев как раз как бы... Он как бы ушёл к нему, и Николай Борисович быстро... Николай Борисович, знаете, как потрясающее дело? Он был такой великий танцовщик, что он вам дарил своё присутствие. Но работал он с двумя людьми в свою жизнь. Всем остальным он не впихивал информацию, в отличие от меня. Это я буду говорить, открой рот! А он был вот такой. Вот он вам даёт информацию, а вы не способны взять. Он не настаивает. И он очень быстро от него избавился. Ну, в том плане, что он, видимо, закрылся, а Артём понял, что надо оттуда бежать. Пётр Антонович Певестов, который был колоссальный, как сказать... Он был профессионал, который выпустил целую плеяду величайших артистов. Но он был... Он честно говорил, я не педагог выпускных классов, я педагог средних классов, но так сложились обстоятельства, что учу выпускников. Он замешивал настолько всегда качественно, что потом на этом фундаменте каждый строил с другими педагогами свою карьеру. И он никогда не претендовал на большее. Вот он был очень честный в этом. Он, посмотрев этого мальчика, мне сказал, тупые ноги, тупая морда. И вы знаете, я с ним спорил, потому что я был в тот момент ещё... Ну, как бы такой... Я за своих сразу, значит, бросаюсь. И через год, через год, я пришёл к Петру Антоновичу и сказал, по-моему, Петру Антонович, вы правы. Он говорит, Коленька, это тоже... Я тоже не сразу всё понимал. Всё придёт с... Ну, тебя с опытом. Ты просто, говорит, слишком способный человек был от природы. Ведь он меня, знаете, как... Потом уже, когда я стал уже очень взрослым артистом, Пестов признался, что он меня выгонял из класса только для того, чтобы дать мне вздохнуть, чтобы весь класс подтянуть хотя бы немножко к моему уровню. И когда я ему сказал, Петру Антоновичу, нельзя было мне сказать? Он говорит, да, а зазнайство? А твой характер? А твоё тщеславие? Ты и так понимал, что ты круче всех. А если бы я тебя ищу? И он прав. Он прав. Да, это было немножко жестоко, но в этой жестокости была колоссальная любовь и мудрость. И вот Артём, он, понимаете, он очень амбициозно считал, что он непревзойдён. И это, к сожалению, большой грех для всех артистов, когда у них исчезает самокритика. Ведь я почему вам сказал, когда я чуть-чуть видел, что не так, я сразу приходил, честно отказывался от роли. Мне ещё было танцевать, по-моему, года два, когда я пришёл и сказал, нет, я не могу танцевать «Дочь фараона» на меня поставленный спектакль. И приготовил Дениса. Я отдал Артёму тому же симфонию до мажор, которую просто, ну, я жертвовал своими спектаклями. Хотя я мог это ещё какое-то время танцевать, мне хотелось его вытащить. Вот. И, конечно, вот эти удары в спину, вы понимаете, они во многом, как бы, я их оправдываю, с другой стороны, что проходит время, и ты понимаешь, что, ну, тазик очень, знаете, есть у кого-то ведро, у кого-то колодец, у кого-то океан, а у этого тазик. И что бы он ни делал, знаете, как сказала, когда Тараневская, очень зло, но очень правдиво, что когда Любочка поёт об Орлове, говорит, ощущение, что кто-то ссыт в тазик. Вот это всё творчество Тёмика. Вот знаете, вот сколько я за два сезона сделал, вот вся его карьера держится на двух сезонах. Ни одно движение он не прибавил. Вот это очень грустно, потому что я, вы не представляете, сколько я потратил время на музеи, на рассказы о композиторах, на оперу, на классическую. Ну, галяк, когда у человека, вот это, что я вам сказал, генетика. Оно и вдруг, значит, кто-то мне показывает из моих друзей, что он прочитал стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Я очень обрадовался, что он до этой поэзии дорос. Но если вы это послушаете и будете смотреть в эти глаза, вы поймёте диссонанс, когда текст противоречит взгляду этой алчности, что я хочу быть знаменитым. Но знаменитость не этим добивается, вы понимаете, к сожалению. Если бы я хоть раз задумался о том, почему я вам сказал, я выхожу в четный для себя, что вот сейчас вот придут, вот меня сейчас встретят овациями. Это диагноз. Это надо было сразу ехать в Кащенко, себя как бы заказывать номер, сказать «полечите меня, пожалуйста». Да, но я каждый раз, появляясь в Четно, я лишний раз удостовериваюсь, что я вот этот приём, это тепло, идущее из зала, заслужил за что-то мне даровано это. И то, что потом, когда ты открываешь дверь театра, и стоит толпа людей, абсолютно из разных городов, с подарками, вареньями, конфетами, цветами. Как Никуковичу. Это такое счастье. И я каждый раз убеждаюсь, что всё-таки я не просто пришёл в эту профессию. Господи, спасибо. Я на днях прочитал очень хорошую фразу, она мне очень понравилась, что истинное счастье – это когда ты приходишь в храм и больше благодаришь, нежели просишь. Мне так это понравилось, потому что мама с детства у меня, семья, в которой я рос, она была очень верующая. Я не стал таким вот честно соблюдающимся человеком, но мама каждый раз приводила, мне говорила, Никочка, вот посмотри на всех, они все что-то просят, это неправильно, в храме надо говорить только спасибо, даже за неудачу. Эта неудача была тебе дана, а не просто так. Но в детстве как ребёнок может понять, что есть неудача? Ну, всё же хорошо, правда? Я тогда не понимал. А сейчас я всё чаще это понимаю, я обращаю внимание, что в основном люди стоят и просят, просят, просят. В какой момент вы придумали фирменный выход на бис, в тщетный, с прыжком в шпагате? У Анжелины было плохое настроение, что-то у неё, я не знаю, какое-то было сомнение, в себе или что-то. Я её решил повеселить. Я для неё прыгнул, а это так понравилось публике, что я это стал делать всё время. И мы уже, когда заканчивается спектакль, Лина мне всё время говорит, ну прыгните, Неком Максимович, ну прыгните. Ну, просто, понимаете, ещё так интересно, несмотря на то, что Лина для меня ребёнок, и мой, как сказать, моя ученица, да, я к ней очень отношусь, как, знаете, иногда, как к подруге. Она иногда говорит мне такие вещи, что я иногда сначала удивляюсь её наглости, а с другой стороны думаю, боже, как всё-таки у девочки гораздо лучше мозги развиты, нежели у старого дяденьки. Ну, почему я это не увидел раньше? А она это, как сказать, заметила и сказала. Я часто к ней прислушиваюсь, к каким-то вещам. Ну, я, понимаете, я настолько своих люблю, я знаю, что если, не дай бог, не дай бог Денису там, или кому-то, Мишеньке там, кому-нибудь понадобится моя почка, сердце, да, то у меня не будет сомнения, что я это отдам. А если Егору понадобится? Вы знаете, мне его очень жаль. Ему понадобится всё, но... Я так понимаю, что вот в некоторых последних интервью, не называя фамилии ученика, вы говорили именно про него. Просто он совершил такие поступки омерзительные, которые меня очень сильно, как сказать, от него, от, как сказать, отшатнули. Не когда вы отходите, а когда вас просто отбрасывает ударной волной, а то количество лжи. Вот Шоттер Ростовели потрясающе написал, что все беды начинаются со лжи. Он феноменально озлоблённый ребёнок. Но это мы, опять-таки, я вам говорю, здесь есть подтверждение всему. Я оправдываю его. Я оправдываю каждое его действие. Я понимаю все его комплексы. Я понимаю наинижайший социальный статус происхождения. Я всё это понимаю. И могу оправдать это всё. Но есть момент опять. Ты получил такое количество любви, такое количество доверия, такое количество... Мне всё время казалось, что должно что-то прорасти. Но там невозможно прорасти. И вы понимаете ещё, что очень важно? У меня такой характер, что если я вижу, что вы выиграли, я подойду первый и скажу поздравляю. Но когда я вижу, что я прав, но я, к сожалению, оказываюсь прав, что с Тёмиком, что с ним... Он... Понимаете, его падение, оно только началось. У него колоссальная беда будет в жизни. Это всё ещё только начало. И как бы он не хорохорился, не пытался совершить другую подлость, подлость на подлость, это же цепочка. Оно несёт, к сожалению, всё хуже и хуже. Понимаете, для меня... Опять-таки, Пестов здесь очень... Важный человек. Он мне когда-то об одном из своих учеников, с которым мне потом жизнь свела, сказал одну такую вещь, что за все... Он к тому моменту 35 лет преподавал, что за все мои там 35 лет преподавания это самый большой подонок. Он стукачом был с детства. Я говорю, я всё могу принять, кроме стукачества. Я так это хорошо запомнил. Потом я столкнулся, он, правда, стукач этот парень оказался и так далее. Но вот когда ты сталкиваешься с такой лицемерной ложью, к сожалению, Егору ничего не стоит соврать так, вы заплачете, вы будете его жалеть. И моя ошибка, колоссальная ошибка, в том, что я пожалел этого мальчика. Потому что он вытворял несусветные вещи, вызывая жалость постоянно к себе. Это, знаете, это хладнокровный убийца. Причём, что у него вообще для того, чтобы придать и продать, у него нету даже люфта подумать. В секунду. Но он же получает партии, он продвигается по лестнице в большом. А сколько таких людей было, которые стучали, писали доносы, совершали подлые поступки, продвигались. Вы что, помните их имена? Вот вы помните кого. А этот, что думаете? Он же первый в истории театра, кто таким способом идёт. Кому из своих ребят вы сказали, чем выше пассы, тем выше зарплата? Это не я сказал, это сказал мой педагог, который учил нас на первом курсе, Михаил Крапивин, премьер театра Станиславского, Вениверовича Данченко, он нам, ну, это, понимаете? Я у Миши прочитал в интервью, он сказал, что это вы ему сказали. Ну, я ему просто это сказал. 90-е годы были, и, понимаете, такая перестройка, сососола, всё такое, знаете, и появляется, он только закончил танцевать, Михаил Вольфович, и он тогда в таких модных вещах ходил, и очень много нами занимался. Это первый человек вообще в моей жизни, в который мне попался, это как раз пубертат, представляете, да, когда ты себя ненавидишь просто со страшной силой, который сказал, в открытую, так при всех сказал, это будущий, самый знаменитый артист, и чтобы кто вы бы не пытались, рядом с ним всё равно вам не стоять. И у меня вот в тот момент ненависть моя к себе в зеркале, что я, ну, не очень люблю свою внешность, тогда у меня появилась надежда, может, он прав. Миша оправдывает ожидания, спасая всё в порядке? Знаете, Миша человек фантастического дарования, очень сложных, очень сложных способностей, но, к сожалению, каждому человеку надо съесть свой пуд соли, к сожалению, вы не можете за него съесть. Знаете, как няня мне очень правильно сделала, я в детстве бегал, у нас была очень большая коммунальная кухня, вот где няня жила, и там, это был дом 19 века, и там всё ещё были вещи из старого, вот, оттуда, из того мира, там были, чугунная эта ванна на каких-то ножках, в общем, кухня была безумно интересным, любопытным местом, потому что там стояла такая комфорка, такая вот эта газовая плита, ну, она была 19 века, она просто безумно была интересна, и она очень интересную вещь сделала. Я всё крутился, крутился, она мне говорила, «Ника, отойди, Ника, отойди, Ника, отойди», ну, я совсем маленький был. Она взяла мою руку, быстро в огонь вставила и вынула. Я никогда больше к газовой плите не подходил. Это, но, это легко сделать с огнём, а когда ты идёшь в театр, ты не всё понимаешь, и когда у тебя есть способности и дар, к тому же, ты в этом возрасте не в состоянии оценить какие-то вещи. К сожалению, Миша пришёл, и его сломали. Но это трагедия нынешней ситуации театральной, когда у руля театров находятся люди, сами никогда ничего не попробовавшие на себе, и не понимающие, что огурцы и кефир вместе не едят. Я и насказательный, да, это говорю. К сожалению, он получил травму год. Год он потерял. Шесть месяцев как раз они совпали с Зумом, с карантином. Шесть месяцев я восстанавливал его по Зуму. Ну, сейчас вот он вернулся, и надеюсь, что у него дальше пойдёт. Но по дарованию с ним я никого не сравню. В одном из интервью вы сказали, что в трупе Большого театра балетной из 250 человек, тех, кто действительно имеет отношение к балету, ну, человек 15. Правда. Но там только премьеров и премобалерин 16. То есть, получается, кто-то не соответствует статусу? Вы понимаете, есть ставки. Ну, во-первых, из них я вам честно скажу, все не соответствуют, кроме трёх-четырёх человек. Дело в том, что в том Большом театре, куда пришёл я, они бы даже не вышли на корифейское положение, эти люди. Этого не могло быть, конечно. Вы поймите, есть от кутюр, есть прет-а-порте, а есть черкизон. И дело в том, что очень часто люди ведутся на пришитый лейбл. Ведь, знаете, там появились одно время одежда, когда было написано «Адидас» и так далее. «Дольче и Габбана». Ну, и это тоже проходило. Люди покупали, какие-то велись, да, и платили эти деньги. Допустим, французы недавно установили такую вещь, что если вас ловят с палёной сумочкой Эрмес, вас могут арестовать и привлечь к уголовной ответственности. что и таких, я знаю, случаев, к сожалению, с искусством всё очень сложно. В ранг возводят этих премьеров, возводят люди, которые, ну... Вы вот говорили сейчас, вот мы с вами говорили о тщетной предостороженности, о том, что билет стоит дорого. Я, когда смотрю многих артистов Большого театра нынешних, я не понимаю, как это можно показывать за деньги. И в недавнем интервью Алла Духова очень чётко сказала и правильно о том, как она сходила на «Щелкунчик» в Большой театр. И, ну, это правда. Дело в том, что мне надоело участвовать в инсценировке пьеси «Голый король». Ну, невозможно это уже. Вы понимаете, ну... Живьём когда последний раз были на «Болете Большой»? На «Щелкунчике». Я был до карантина, танцевал с Савенард Родькин. Я пошёл только из-за них. Мне, естественно, Денис как бы делал билет бесплатный. Я могу прийти в любой момент в директорскую ложу. Я дважды лауреат государственной премии, премьер этого театра. И у меня по положению... Я не пользуюсь этим правом. Я не хочу видеть всю эту публику, во-первых. Ну, публику театральную. И плохой состав. Я потом уйду, я буду переживать. Я сидел весь спектакль. У меня сердце кровью обливалось. Просто только из-за того, что обманывают всех. Зрители обманывают. Это не стоит столько. Во-вторых, я был поражён, что 30 декабря полупустой зал в самом начале. Не потому, что ребята виноваты, а потому, что билеты в кассах. Естественно, все эти... Вот, знаете, вот этот генеральный директор, который постоянно рассказывает, как он борется со спекулянтами. Ну, выработана система. Он прекрасно знает, куда уходят билеты. Всё, он... На всём его лапа. Всё прекрасно, все знают. Билеты продаются на площади. Вы сами знаете. У спекулянтов. У спекулянтов. Знаете вы это, конечно. Я их даже в лицо знаю. И я знаю в лицо с детства. Потому, когда... Единственное, каждый раз они всё время говорят, что ты с нами сделал. Теперь новогодний щелкунчик не стоит столько, как с тобой. Вообще, как бы, цены упали. Но заходишь в театр, полупустой зал, полупустой портер, рядами. Это ещё до карантина. Не 75% загрузка. Понимаете? А потому что... Алчность. Вы знаете, вы посмотрите там хронику. Видите, да? Что ложи забиты. Всё забито. Я всю свою жизнь так танцевал. Я не могу себе представить, чтобы зал был полупустой. Даже вот эти проданные ложи, даже они были переполнены, если я танцевал. Понимаете? Вам пример про Четную. Вот я ввёлся здесь в Четную. Они его специально в Москве сняли. Потому что тут же люди стали писать. Пригласите Цискоридзе. Мы хотим это видеть в Москве, в Большом театре. Но алчность. Даже, понимаете, они так сидят на бюджете в Большом театре. Они так с него... Они его так хорошо пилят, что им не надо зарабатывать на артистах. Понимаете, да? Это... Лишь бы только Цискоридзе не пустить, чтобы не показать опять... Он опять лучше всех. Ну как можно это пережить? И вот я сидел в зале. Да, танцует моя Эля. Танцует мой Денис. С ними плохо приготовлен спектакль. Мало того, он с ними не выучен правильно. И я им это говорю. И они очень сильно обижаются. Если вы думаете, что мои ученики меня слушают и исправляют... Нет. Они боятся, потому что им руководитель запрещает меня слушать. И говорит, что... И каждый раз он им приводит меня как самый плохой пример. Я хуже всех. Руководитель вы имеете в виду генерального директора? Нет. Руководителя балета. То есть возил. Да. Понимаете? Опять-таки, ты кто такой рядом со мной, как артист? Что ты знаешь о балете? Как педагог? Что ты умелешь сделать? Ты ни образования не имеешь. Ты ничего не знаешь. Ты никогда это не танцевал. Ты в этом не участвовал. И ты что-то об этом говоришь. Как это может быть? Потому вот это все видеть... Я могу вам, честно сказать, да, там всего лишь человек 15, которые могут что-то сделать. Но опять-таки, система должна быть. Даже имея там внутри несколько очень хороших артистов, которые стали педагогами, им поручается та работа не по квалификации. Либо за такой срок, что сделать хорошее ничего нельзя. На днях вот вышла премьера та же Эли Севинар танцевала Эгина. Так не может быть. Да, она крутится, да, я ее хорошо обучил. Мама с папой ее сделали с хорошим мужичком, а я ее научил, как этим пользоваться. Вращается она от хорошей природы и от хорошей школы. Это я сделал с родителями. А дальше? А где роль? В жизни никто бы нас не выпустил. Ну вот, и когда я просто какие-то вещи, просто узнаю, что этому человеку, дровосеку дали такую-то роль. Я просто сижу и думаю, насколько должен быть воспаленный мозг у того человека, который его использует в своих целях. Понятно, что для него это его шестерка, которая ему приносит информацию и так далее, да. Но зрителю-то не жалко. Этот материал, да, он не может быть премьером, хотим мы или не хотим. Он не может выходить в классических ролях. А когда художественный руководитель, не художественный руководитель, руководитель труппы рассказывает в интервью, что надо дать всем шанс, не надо давать всем шанс. Это главный театр страны. И Алла Духова об этом сказала. Не может такой человек, у которого нога висит, а она всегда будет висеть. Не дано. Папа с мамой не дали. Дали чудовищную фигуру. Короткие руки, короткие ноги. Вы выпускаете в белом, в балете, допустим, бриллианты, была начинка, где первое, что должно быть, фактура. А фактуры нет. Понимаете, да? Ее нет. Но если у меня в моем возрасте фигура в 10 раз лучше, чем у 20-летнего парня, только потому, что мне дано, ему не дано. Понимаете? Ну и так далее. Кого обсуждать? Вот взять список и просто стыдно становится. Мне стыдно становится. Представим ситуацию, что вы все-таки возвращаетесь в Большой театр. Я не хочу ее представлять. Просто я к тому, что так часто и так много вы говорите негатива. Я не говорю... Еще, подождите. Я не критикую. Я не говорю негатива. Констатация факта. Я констатирую факт. Понимаете? Когда вы говорите и не можете подтвердить, это одно. А я же, пожалуйста... Конечно. Я же могу поставить видео и сказать, это что, люди? Это что? Как можно, чтобы человек с таким бэкграундом выходил под маркой Большой театр? Такого не может быть. Большой театр... Я очень, как сказать, когда я услышал, что мне прислали ссылку на интервью Духовой, где я это услышал, я сказал, господи, неужели нашелся один порядочный профессиональный человек, кто это озвучил? Я регулярно спорю с Денисом. Если вы думаете, что он повзрослел, он совершенно не хочет слушать, он вообще не хочет подчиняться ничьему мнению. И каждый раз, когда я ему говорю, Деня, ты не имеешь права так танцевать. Если ты называешься премьером, если ты хочешь им быть, ты так не можешь, так нельзя. Балет, вот эти все люди, которые нас окружают, это люди с ролями. Вот в углу вот висит портрет Аллы Осипенко в «Хозяйке Медной горы». Там о книг написаны про ее роль в этом балете. Понятно, что это была красивейшая женщина из очень хорошей семьи, там много можно... Но про эту роль просто написано. О чем, о ком из этих мальчиков и девочек можно написать, что есть роль? Нет. Мне очень жалко, мне очень обидно. И я постоянно с Денисом первый раз я с ним очень сильно поругался, когда он... Я с ним приготовил давно очень Чаполина, он вишенку танцевал. И вдруг вот я ушел из театра, он перестал одевать очки. В партию. Надевать очки. Да, в партию вишенки. А он в очках должен быть. Он такая, знает... Ну, как бы... Говорю, почему... Ой, они мешают. Все, на этом все заканчивается. Денис, почему ты вышел без шлема в Раймонде? Николай Максимович, ну, прическа портится. Все, вот эти вещи, я... Понимаете, и все, что касалось Егора, к сожалению, ну, я должен был тогда сразу сказать, все, детка, это неперевоспитуемо. Опять, моя глупость и жалость, она сделала ту вещь, которую я считал, что я перевоспитаю. Когда я в отчаянии ему сказал, он очень тяжелый, очень глупый мальчик еще. Глуп просто невозможно. Зачем ты пришел в балет? Ты учишься 8 лет. Зачем? Цель какая? Он ответил. прыгать. Вы понимаете, вот в тот момент мне надо было сказать, прости, это не со мной, потому что... А прошло, смотрите, сколько времени. А он все продолжает прыгать. Он не понимает, не понимает, что прыжок один и тот же, ЖТ Анаван в щелкунчике, ЖТ Анаван в бриллиантах, ЖТ Анаван в красе. Это разные, разные ЖТ Анаван. С разным подходом, с разной силой. Понимаете, я недавно смотрел интервью с моей землячкой, с гениальным музыкантом Элиссо Версаладзе. Она очень... Я так радуюсь, когда я что-то такое слышу, когда люди... Потому что перестали говорить о звуке, о манере, о тоне. Говорят о количестве, громкости, какие селебрити сидели в зале. Если бы я хоть раз задумался, что там какие-то селебрити сидят, я бы, наверное, до сцены бы не дошел, я бы так волновался, что там подумает княгиня Мария Алексеевна. Понимаете? Нет. Потому я вам в самом начале сказать, у меня жуткое разочарование в профессии. Это сегодня... Понимаете, тикток рулит. Увы. Когда возможно, чтобы люди с таким бэкграундом возглавляли Большой театр, это оскорбление нации. Это не Левенталь Лазарев Григорович Покровский. Вы готовы? Я даже, когда эти фамилии слышу, я все время так сижу и думаю, господи, или едешь мимо Большого театра, висит афиша. Я же вам говорю, я много раз говорил, посмотрите на афишу Большого театра. Название вот таким шрифтом, ну, там, допустим, да? Потом автор, композитор вот таким шрифтом, но фамилии руководителей, потому что для них Большой театр и эта афиша, это главное в их жизни. Как можно догадаться, что тебе, ты, который, как сказать, 30 лет сидит в кресле, никогда не занимал никакую должность даже за эти 30 лет, имеющие отношение к художественному процессу, выдвигаешь себе на звание народного артиста? Как? Как это возможно? Если вы думаете, что я в лицо не могу сказать? Нет, нет, я не снялась в этом. Мне просто, есть вещи, когда я в шоке прихожу. И опять-таки, вот вы послушайте интервью Светланы Кричковой, одной из гениальнейших актрис, которая очень интересно, давая интервью, она сказала, что вот за эту роль Товстоногов меня выдвинул на заслуженную артистку, а вот за эту роль он меня выдвинул на народную артистку. Потому что мы за роли это получали. У меня две государственные премии. Первая премия мне дана за совокупность вклада, и там перечислены за какие роли, вторую конкретно за Германа в Пиковой даме. Этому человеку за что надо дать народного артиста? По какому принципу? Я клянусь вам, есть вещи, которые я не понимаю. И участвовать в этом, ну, это пир во время чумы. Не хочу. Не хочу. Я абсолютно могу без этого прожить. То есть вы не хотите возвращаться в Большой театр? Я не сказал, что я не хочу, смотря какие условия. Если мне... Мне когда Владимир Владимирович Путин со мной говорил о назначении сюда, он мне дал карт-бланш, потому здесь вот так все. Потому ленинградцы, которые имеют отношение к образованию и культуре, называют эту школу отдельно взятая страна. Ну, то есть условно вакантная должность художественного руководителя вам не интересна? Ну, я даже не знаю, я не могу вам сказать. Я так никогда не думаю. И я не люблю сослагательного наклонения. Опять благодаря маме. Она каждый раз говорила, «Ника, пока не перепрыгнешь, не говори гоп». Вот это вот... У нее было несколько фраз, таких, которые она регулярно повторяла. Я ей за это очень благодарен. Понимаете, я, может быть, кому-то кажусь пессимистом, кому-то кажусь нахальным, кому-то... У меня есть одно жуткое качество. Я реалист. Вот знаете, наверное, я очень часто думал от того, что я очень рано всех потерял. Ну, во-первых, с 16 лет я кормлю сам. Ну, вот себя и маму, и многих... Я очень многих вокруг себя подкармливаю, так скажем. Вот. И когда просто было начало 90-х, у меня вот просто так сложилось в моей жизни. Гробы, 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 гробы. Что когда потом, где-то вот уже после 30 лет, знаете, когда у вас рана уже не болит. Не дай бог, если кто-то около меня болеет. Здесь около меня... Ну, вот был карантин, вам в Петербурге скажет огромное количество людей, скольким людям я помог для того, чтобы они, ну, как сказать, вылечились, а положил в больницу, занимался этим, тем... Вам многие расскажут. Ну, когда, не дай бог, с ними что-то случается, вот уже все, вот, да, вот мне звонят и говорят, ну, там... У меня включается другое... Слово то, что у меня польется... Я тут же... Так, документы, похороны, автобус, крематория... Это не отсутствие сентиментальности, это привычка. Вот я реалист. Я знаю, что надо делать сейчас вот это. И для эмоций у меня нет времени. В 91-м году, когда вы были в США на гастролях, и произошел путь у нас здесь, вам же предложили сразу американское гражданство. Всем. Нет, нам всем предложили, но нам никто об этом не сказал. От нас скрыли. Просто тогда, я помню только единственную вещь, которая меня потрясла, мы должны были... Мы же не знали, что это произошло. У нас был выходной день, мы должны были ехать... Тогда был, по-моему, Walmart, это называлось, сеть магазинов, такой огромный ангар, в котором продавалось все, от зубной щетки до строительных материалов. И вот нас обычно туда возили, мы там закупались, тогда были отправки. Мы в ящики складывали, и это через там полгода в Россию приходило. И вот мы все дети собирались, у нас были какие-то гилтушки собраны, родители нам, каждому там написали, что делать. И мы собирались уже в холле отеля для того, чтобы ехать в этот Walmart. И нас все не выпускают из отеля, не выпускают, даже выйти на улицу нам не дают, но мы-то не знаем. А весь отель был окружен журналистами. Их много было очень. И, ну, сидишь, 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 я в туалет побежал. Но я в туалет побежал не в номер, а на первом этаже. И за мной зашел мой, чуть-чуть старше меня парень, это от простого качества, все то же самое. Егор, здравствуй, Егор. Значит, я забегаю, и там, значит, когда я вышел ручки мыть, со мной заговорил человек на русском языке, какие-то вопросы стал задавать, а мы ничего не знали. Вот просто вообще даже намека на то, что что-то произошло в Советском Союзе. Я стал какие-то ему, ну, отвечать, а как бы вот я помыл руки, я стою сушу, и мы выходим. И этот дяденька идет со мной. А вот этот мальчик побежал на меня, настучал. У меня были большие проблемы. То есть в те сутки были жуткие проблемы. Как вы их решали? Ну, как я мог решать? Меня чуть не прибили просто. Хотя я опять-таки, я не понимал, что происходит. И когда мы уже сели в самолет, мы до Нью-Йорка из Денвера долетели, ну, там было много народа, когда мы вошли в Панам, и были только мы, нам сразу стало понятно в этом гигантском Боинге, что что-то не то. И какая-то из стюардесс говорила на русском языке, это американская была, она нам сказала, что все очень плохо в Советском Союзе, что нас везут в тюрьму. Мы выходили все из... Мы приземлились, были танки на взлетно-посадочной полосе. И нам каждому вот эти стюардессы, рыдая, рыдая, они нас... Мы за эти там 11-12 часов с ними там побратались, естественно, сколько мы летели тогда. Нам вот в таких пакетах мусорных они сложили Кока-Колу, чипсы, какие-то бутерброды, потому что они были уверены, что нас везут в тюрьму, что мы вот прямо из самолета уедем в тюрьму. И этот кадр, как дядя Гена висит вот так на Хазанов, для меня он просто дядя Ген, на... Вот так вот он держится за эту клетку, которая отделяла таможню, вот навсегда остался. И вот это первое родное лицо, пустое Шереметьево, ни одного человека, никаких... Никто нам ни штамп не ставил. Мы просто прошли, нас посадили в автобус, и пока мы ехали сквозь танки, долго достаточно танки мы видели, на Фрунтенскую набережную, там школа была, там нас родители забирали, он нам что-то рассказывал, веселил нас, он просто нам дал концерт вот в этот... Потому что у нас немножко был шок. А потом уже мы узнали, что нам гражданство предложили и так далее. Я понимаю Головкина, у которой просто был такой же шок, как и у нас. Если бы вам там все-таки сказали об этом, остались бы в США? Мама, какая США? Нафига нам не нужно было? Мама и Большой театр. Меня что-то интересовало в жизни. Меня вообще кроме Большого театра никогда ничего не интересовало. Вернее, ну как-то где-то с лет... Ну где-то с 10 лет вообще просто не было другого мечты. Меня после школы сразу пригласили в школу Ковенгардена. Ну они там... Я сказал, нет. Даже... Даже думать в эту страну. Как выпускник Мгаха работает в Вагановке? Тяжело. Очень тяжело. Это же как Спартак и ЦСКА футболка. Нет. Нет? Нет, конечно, это Спартак и ЦСКА. Ненависть колоссальная. Питер ненавидит Москву. Москва просто не замечает, что есть такой город на земном шаре. Он постоянно не знает. И вот выпускник Мгаха, москвич, приезжает в Петербург. Ну как бы для прессы, для околобалетной публики и для бездарности это, конечно, было противостояние. Для всех серьезных артистов балета, которые к этому имеют отношение, меня приняли все просто очень так это уважительно. И меня поразили старейшие педагоги на тот момент. Это были, слава богу, Трофимова, Лен Санна Ищежева, Эльвира Коконина и Людмила Сафронова. Это Ирина Генслер. Это ученицы Вагановой. Они просто в первый день, в первый день они сказали, мы вас приветствуем, мы счастливы, что этот период ужаса, мрака здесь закончился. Им же уже всем за 80 было. Хорошо за 85. Хорошо за 85. Я был поражен, потому что я думал, что вот это поколение первое скажет нет, а оно сказало первое да. и это была большая сложность для тех, кто против меня стал бороться, потому что эти дамы, они настолько не переносили бывшее руководство и художественное, и хозяйственное, что они были очень за. И это мне дало большие очень силы, но при этом, как бы вы понимаете, я здесь не чувствую себя в Ленинграде. Это, понимаете, это удивительное место, это удивительный очаг культуры. Вот отсюда берет начало вся российская культура. Вся, абсолютно. И в художественном плане, и в музыкальном. Потому что все школы вышли отсюда. Я, возможно, ошибаюсь, но, как мне кажется, со стороны человека, который сильно не вовлечен, одна из самых больших проблем сейчас это преподавательский состав. Вы за абсолютно правы. Как эту проблему решить? Ну, значит, когда я пришел, я увидел, что основная масса, она взрослая, да. И так как я, опять-таки, я просто реалист. Я просто понимаю, что надо всегда иметь запас. Я тут же набрал, потестировал разных. Я многим, из моего поколения, кто-то младше, кто-то старше, дал моментальную возможность проявиться. но, в зависимости от результата, я либо пригласил в школу, либо вынужден был расстаться. К сожалению, понимаете, я же всю свою жизнь живу на Фрунзенской набережной. Прямо напротив школы. Обе мои квартиры находятся. И даже если я из одной квартиры иду в другую, просто по каким-то... я должен пройти школу. И каждый раз, глядя на мою родную школу, я смотрю и понимаю, что все, что я делаю здесь, я работаю на конкурентную среду. Знаете, я очень люблю, как англичане в Оксфорде, Кембридж называют то место, другое место они называют, а в Кембридже, Оксфорд называют старая вдова. И в этом есть такое. Есть, конечно. Но смотря на московскую школу и видя в каком она чудовищном состоянии, и хозяйственном, я всегда все смотрю для того, чтобы понимать, что происходит на рынке. У вас же там родственница работает, возглавляет МГАХ. Ну, МГАХ возглавляет моя кума. Кума, да. Да, потому что ее дочка Анечка Леонова, моя крестная дочь, и я ее крестил в 95-м году тогда, когда никто не мог себе представить, что Марина Константиновна станет ректором, что я когда-нибудь стану ректором. Мы друзья детства. И наша дружба с Аней это отдельная вещь. Мои взаимоотношения с моей коллегой и кумой Мариной Леоновой это другая вещь. К сожалению, мне очень больно смотреть все, что там происходит. И опять-таки Пестов. Понимаете? Ну, гений. Понимаете, гений дают вот как когда представляли в 2000-м году нового генерального директора Семенова сказала «Пришел вор, пора валить». И закончила. И закончила. Она поняла, потому что она была права. Да. Я с ней спорил очень долго. Она говорила, «Коленька, ну...» То же самое Пестовск, когда назначили Марину, он сказал очень... Очень нехорошо. И я с ним спорил, наверное, года три просто в усмерти. Потому что я говорил, «Петер Антонович, вы только дали человеку должность». Он говорит, «Коля, я и знаю ее с детства. Не надо». И, к сожалению, да, все очень печально. Что делать детям, которые хотят заниматься балетом, но у них нет возможности пойти в Вагановку или в МГАХ? Вы знаете, есть одна... Масса же городов еще по России. Для меня вообще это непонятно, зачем это гигантомание, если честно. Но, опять-таки, это есть такое вот у нас, что везде должен быть очаг культуры. Я здесь согласен. Но для большой карьеры, конечно, надо учиться только в Москве и в Петербурге. К сожалению. Я это говорю очень много лет. Мои интервью можно проверить. Вон... Я, как всегда говорил, что есть три школы в мире. Но нет других школ. Для большой карьеры нет. Париж, Москва, Питер. Все. Но, опять-таки, к кому вы попали? Здесь еще что должно быть? Я думаю, что вам многие скажут. Это сочетание педагога и ученика. Вот вы знаете, вот в моих последних общениях с моими учениками... Нет, неправильно говорю. С теми, кто у меня учился. Это не значит, что я остался их педагог. Я уверен, что тот же Артем, о котором мы с вами говорили, не считает меня своим педагогом и очень негативно ко мне относится. Просто... И Пестов говорил правильно, что только ученик может сказать, это мой педагог, да? Но очень часто, когда я общаюсь с теми, кто у меня учился, да, вот в чьих судьбах мне пришлось, ну, так скажем, поучаствовать. Я все время думаю, вот как интересно. При чудовищной, очень чудовищной жестокости, правда, моих педагогов у меня нет вот капли жалости к себе, чтобы я им сказал, ну, вот, вы вот тогда так сказали, а потом вы так сказали. Я всю жизнь говорил, да, было так. Я могу рассказать этот метод, как я стоял плакал, как у меня текли слезы, как я стоял в отчаянии. И каждый раз я знал, что они это делают от любви ко мне. Не потому, что вот они хотят меня поунижать. У меня в голове не сложилось никогда даже такого, такого, ну, впечатления. И я всегда, вот, вот я сейчас вот про параллели провожу и думаю, насколько же у меня как-то внутри было по-другому сформировано, что их слово это какой-то священный приказ. у меня очень непростой характер. Меня укатать, заставить невозможно. Но Николай Борисович Владимирович, говоривший тихо, ку-ку, не надо. Вот все. А вы жесткий преподаватель? Очень. Я очень, потому что я вам сказал, что я, я вот, к сожалению, я из тех людей, которые говорят, открой рот, ешь, ешь, проглоти, а теперь запей. Понимаете, идиот, я стал мудрее, сказал, не-не-не, все-все-все. Я занимаюсь только собой, больше не хочу. Бесполезно. Человек не в состоянии, понимаете, я помню очень хорошо, я привожу всех в Эрмитаж. Прошу специалиста им рассказать. Сам задаю вопросы, что-то рассказываю сам. Я смотрел на реакцию. Вы знаете, как тяжело каждый из них воспринимает? Генетика. Ну, не получается, поросенок не будет петь, как соловей. Ну, хоть ты тресни. Ну, не видит, этот человек не видит. Когда Овчаренко мне сказал на репетиции, у нас были очень сжатые сроки, мы готовили щелкунчик, и я занимался танцами. По своему опыту, потому что со мной сначала приготовили танцы, как говорила Марина Тимофьевна, запомни, сначала география, потом история. Нет географии, историю не учим географию, потому что пока вы не сделали структуру, роли, историю, в общем. Я сначала с ним приготовил все танцы, и осталась только одна сцена, вот это просыпание, когда принц появляется. Ну, для меня это было ровно 20 минут, и никогда больше я это не репетировал. Я не знаю, как это... И вдруг, значит, мы пришли с Артемом, осталось только неделю. я рыдал, орал, выходил в окно, входил обратно, и в какой-то момент, когда я уже показывал 800-й раз, он сказал гениальную фразу, вот как этот идиот сказал прыгать, он пришел, а этот мне сказал, ну, не чувствую я так, как вы музыку. Я говорю, Темочка, родной, ну, так написал Чайковский, не я придумал, раз, два, три, четыре. Посчитать просто? Нет. И что самое интересное, сколько раз я потом не попадал на запись, где он, разных годов, он не научился, он не попадает в ритм. Всего лишь навсего надо поднять голову и на нужный акцент открыть лицо. Не дано. Вы не представляете, сколько я ходил с ним по музеям, сколько лекций специально и в оружейку, и в Третьяковку, и в Пушкинский музей, и туда не дано. Так что делать с преподавателями? Где искать? Ну, как где искать? Просто все лекции, опять-таки, я даю возможность, смотрю, набираю, просто я знаю, этот не будет никогда преподавать, этот будет уже, потому что очень хорошую фразу я прочитал Плутарха на днях, и я для меня, я, наверное, это где-то все-таки вывешу вот так, чтобы было написано, что ученик не тот сосуд, который надо наполнить, ученик это факел, который надо зажечь, но зажечь его может лишь тот, кто горит сам. Понимаете? То, что мы с вами говорили о руководстве Большого театра, о руководстве других театров, когда человек не горит и никогда не горел, когда вся его жизнь была про машины, лейблы, где он какой, бутика, ну, как бы откроет, да, сколько он на этом заработает. А какой роли может идти речь? Ну, человек не понимает, что это есть роль. Вы сказали, что видите преподавателя, будет он, не будет, сразу понимаете. По ребятам, которые приходят на вступительные экзамены, сколько вам нужно времени, чтобы понять? Нет, ребята ничего не знают. Пубертатный период все решают. Пубертат. У вас может быть чудно-очаровательная маленькая девочка, которая в пубертат превратится просто в что-то происходит. Генетика же там, ну, она, да. Вдруг ноги вырастают, туловища нет. А еще страшнее, туловище вырастает, ноги нет. В основном сейчас идет поколение, вот еще трагичная вещь, экошных детей, они все в основном больные, с очень тяжелыми, ну, для балета, для спорта большого, да, большие головы у всех, что когда-то в этой школе, ну, форма головы просто, ну, ужас. Короткие ноги, короткие руки. Есть данные, которые вот идеальны для балета у мальчиков, у девочек? Очень редко, очень редко. Ну, нет, я имею в виду параметры именно там, рост, вес, какой должен быть? Ну, есть у нас, конечно, у нас есть таблица, когда это расписано. Просто другое дело, что чрезмерно, сейчас очень слабое и низкорослое поколение мальчиков и очень высокое поколение девочек. Потом они формируются по-разному. Девочки в 12, в 13 лет формироваться начинают, а мальчики только в 16, в основном. Кто-то, например, очень часто бывает так, вырастает очень быстро, но мозг формируется еще в ближайшие лет 25. Очень часто вот стоит перед вами детина, два метра ростом, а с развитием, внутренним, эмоциональным развитием на 11-летнего ребенка. и только одна у меня почему-то вот это вот и работает и все. И это, к сожалению, это каждый раз надо, это очень тяжелая работа. Ну, вам пример приведу. Кто-то тут о чем-то разговаривал со знакомыми, вдруг они мне говорят, там, ну, психолог должен быть. Я говорю, господи. Не, ну, с моими педагогами рядом со мной не то, что психолог должен был быть, а рядом должен был все время быть какой-то человек с успокаивающими уколами все время. Ну, как-то мы выросли, как-то мы делали все очень хорошо. Вы когда оказывались между Семеново и Уланово и в моментах пикировок не было желания просто сгореть и видеть? Нет, смешно. Нет, смешно было очень, потому что они были, да, мы высокоинтеллектуальные, и они отвечали друг другу такими репликами, что единственное, конечно, когда уже Галина Сергеевна подошла к возрасту, когда, видимо, ну, вот ее лимит был исчерпан, она очень, как, знаете, как такое печеное яблочко вот складывалось, видно было, что она, а до этого я видел, как она отвечала и очень так-то интеллигентно, бритвой так, ух, и Марина Тимофеевна про себя в этот момент говорила, пять копеек, видно было, потому что Марина была провокаторша, она была такая, знаете, ей нравилось, когда ей кто-то вот там, она ценила ответ, но должен был бы всегда дистанция, кто сказал. Я помню, когда с Майей Михайловной и Родионом Константиновичем общались, Майя Михайловна сказала, что балет нужно смотреть только в большом, Родион Константинович сказал, что оперу слушать нужно только в Ласкало, так это или нет? Знаете, конечно, балет надо смотреть был в том большом, не в этом, в этом все равно, куда вы пойдете. Почему? Российское и советское прошлое, оно, ну, вернее, как сказать, российский, Россия переняла советские методы, вбухивается гигантское количество денег. Это выглядит все равно лучше, чем в любом театре мира, даже, к сожалению, в Мариинском. Да, немножко это все. Вы знаете, оперу я так давно не слышал хорошую. Я вам пример приведу. Я прилетел в Нью-Йорк, и так, сейчас, сейчас театры испытывают кризис. Сейчас можно прийти и купить билеты. То, что мы 10 лет назад в МЭТО не могли себе представить, что в МЭТО можно купить билет на любой состав вот так. По крайней мере, у меня было так. Я подошел, вот прилетел, у меня не спалось, естественно, джетлет, я пошел в МЭТ, купил билет и пришел на любовный напиток и был потрясен. Хорошо играл оркестр, хорошо пели певцы и очень красивая постановка. Я получил кайф, я вышел в таком наслаждении. Я очень часто получаю удовольствие, когда вот большие певицы, как, допустим, там, Бородина, Гулегина, они делают камерные или там с симфоническим оркестром концерты, когда ты попадаешь на такое вот весь карантин, знаете, как было, там, такой-то театр, известный европейский, объявляет сегодня трансляцию, ну, все же закрыто было. И я сажусь с утра, так, все включил, налил себе чай, приготовил, начинается травиата. Я понимаю, что уже Бриндиси началось. Ну, хорошо, ну, неудачно спели Бриндиси, но сейчас будет дуэтик. Окей, ладно, хорошо, сейчас Сэмпро Либера будет, может, она реабилитируется, но она на Сэмпро Либера делает такое, что я нажимаю на кнопку, нахожу специально травиату этого же театра, но на 25 лет раньше. Я так сажусь, господи, ну, слава богу. Ну, певица попадает в ноты, хор поет, как надо. И так каждый раз. Трансляция Большого театра. Один позор, второй позор, пятый позор, восемнадцатый позор. Это мой родной театр, я знаю здесь все. Ну, все! Ну, нельзя же, чтобы все было позор. Я опять нахожу Большой театр, та же опера, на 25 лет раньше, на 40 лет раньше. Господи, слава богу, господи, оказывается, искусство существует. Ладно, от чего вы в последний раз получали удовольствие от современного в России? От современного? нет, очень много. Ну, театр, который я очень радуюсь, очень часто. Ну, вот последний спектакль, который два меня восхитили, это Горбачев. Театр нации. Да, Театр нации. Ну, это все. Там, там меня потрясло все. И работа режиссера, и работа художника, и великолепные актерские работы. Чулпан и Женя, ну, шапо просто. Дальше я получил колоссальное удовольствие от спектакля Сережи. Это Крымов. Фантастический А5 состав. Я обожаю Анатолия Белова. Я его просто люблю. Во-первых, это один из самых красивых людей. Я пришел даже к нему на закулисы, сказал, Толя, от такого Каренина не уходит. Ну, только дура, дура, полная дура может такого Каренина оставить. Я думал еще, что после Джуда Лоу, Каренина, вообще, Джуд Лоу нервно курит за углом рядом с нашим Белым. Вы понимаете? Нет, вообще, и Крымов великолепно это все придумал. Я обожаю Анну Каренину, потому что этот роман, он несколько раз в моей жизни давал мне понять, что нельзя иметь окончательное мнение, что с возрастом ты, приобретая опыт, понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо, немножко по-другому. Вот, я жду еще пять лет, вот я хочу через пять лет прочитать Каренина, опять, с начала до конца, и мне интересна моя реакция на эту книгу и на этих персонажей. Каренина Ноймайра? Никак. Вообще? Нет, вообще никак. Это, с моей стороны, с моей точки зрения, человек просто не понимает, о чем он ставит. Это безотносительно, то есть вообще? Вообще просто, это неинтересно. И чайка? Меня, на меня из Карениных на сцене произвел впечатление в балете только спектакль Эйфмана. Режиссура. Я был поражен. Я очень часто, мне что-то не нравится в самой хореографии, как бы хореографический текст там. Иногда он, еще Борис Яковлевич, он такой живой режиссер, он ставит и переделывает очень часто. И какие-то вещи мне нравилось, когда он... Что мне понравилось еще в Сереже? У Крымова. У Крымова, что Сережу играет кукла. И это очень-очень классная вещь. Вот я ту версию люблю у Эйфмана, когда без ребенка на сцене был ребенок постоянно. И толпа, которая превращается в пояс, там, допустим. Нет, ну как можно сравнивать режиссерский талант Эйфмана? Нет. Что вы? Ну, Рея вы смотрели? Да. Да. Самое печальное для меня то, что там все персонажи, это величайшие артисты. Это там либо Дудинская с Сергеевым, либо там Соловьев, либо это Эрик Брун, ну и так далее, да. Что кроме Светы Захаровой в ряд этот не попадает никто. Вот Света вышла, она там, такой, идут письма Осипенко и Макаровой, да. И вот, конечно, Света, да, Света из из ряда великих. А все остальное и, конечно, чудовищно комичная сцена, я стал хохотать просто, когда они стали изображать Рудольф Хаметовича в... Ну, потом, кого вы берете на образ Нуреева, вы же должны понимать, что это... А вы с кем смотрели? Я на... Лантратов? Я видел Лантратова на спектакле и посмотрел Челенко специально. Мне было интересно, насколько провал проваливается. Я Темика, конечно, посмотрел, но жалко. Очень жалко. Игоря не стали смотреть? Кусочек я посмотрел, я понял, что не хочу. Вы понимаете, Игорь великолепный, просто великолепный гротесковый артист. Очень хороший. И мне очень жалко, что у него есть такой комплекс, что он хочет быть премьером. Он не может быть по природе премьером. Есть замечательное произведение «Жизнь господина де Мольера» у Булгакова. Вот Игорю надо перечитать это, если он вообще когда-либо это читал, для того, чтобы понять, что тебе Господь Бог отвел другой дар. Когда он попадает в роль, он великолепен. Он мне понравился с самого начала на просмотре, но когда мы просматривали, я очень хорошо помню этот день, я сказал, что я бы не брал этого мальчика по одной простой причине. Вы его не удержите. Есть такое очень... Я давно сказал это хорошее выражение, что вода и тщеславие это не удержать в обозначенных пределах. Он будет хотеть большего, и вы будете всегда с этим мучиться. мне сказали, ну что ты, Коля, там, тра-та-та, но тогда, типа, еще у нас же есть амплуа, я говорил, ха-ха-ха. Что сейчас и происходит, и очень жалко, потому что, что бы он ни делал, ну, жалко, когда человек не в своем амплуа есть какие-то роли, которые вы не станцевали? Ой, их куча, целый список. У меня в детстве еще в школе написано, что я хочу. И я молодец, конечно, удивительно обладал прозорливым умом, что ни одной роли там нет, не подходящей мне по амплуа, это я уже вам говорю, как взрослый человек, все-таки там писал 18-летний мальчик это. И очень много осталось. Самое, самое, о котором жалеете, что не станцевали? Что не станцевал? Ну, я не натанцевал с Аманон, я станцевал всего два раза. И тоже, вот, вот, смотрите, какая вещь. Дело в том, что, конечно, в Маринке я стал танцевать, первый раз я меня пригласил в Виноградов. Приехал я уже при новом руководстве, когда в Азии сидел в кресле заведующего труппой. Как у нас все шутят, заведующего труппе. Вот. И я очень понравился Валерию Абисаловичу, потому что на меня всегда была очень хорошая реакция. Во-первых, тут же поднимали деньги. И я последнее время слышу от всех, он любит рассказывать, Махар Хасанович, как он сделал мне карьеру, но никогда не добавляет, за сколько продавали билеты на мой спектакль, сколько лишних мест ставили в зрительном зале, и что каждый раз мой приезд это было событие. вот этот момент, почему они забывают, что, простите, вы на мне зарабатывали, вы на мне пиарились, это я тот человек, который, я вам сейчас это рассказываю, это как пример, да, вот. И я просто благодаря тому, что я очень хорошо продавался, а Манон продавалась очень неважно, меня позвали, я станцевал два последних спектакля, и у них закончилась лицензия, просто я мечтал этот спектакль танцевать, я Манон не натанцевался, я мечтал об Онегине с детства, потому что просто это мой любимый роман, мне не нравится балет Кранко, я никогда не нравился, там все-таки поставлено для женщины, там хорошая женская роль, мужская она сделана очень плохо, и балет очень слабый, сам по себе, ну, как сказать, он очень далек от русской культуры просто, Кранко не понимал ничего в русской литературе. его ставили в те дни, когда, ну, как сказать, вот, когда меня уже уничтожали, и постановщики ходили и говорили, дайте цискоридзе, это, ну, для него, там этот вот внезапно ослепленный лег костьми, только чтобы мне не дать это станцевать, очень жалко, я мечтал о роли Бернарда Альбы, у Мацека, это именно мужчина исполняет, я обожаю эту пьесу с детства, есть потрясающий грузинский фильм, если кто-то не видел, пусть посмотрит, Дом Бернарда Альбы, именно Грузия фильм снялась с фантастическим составом, там бабушку играет великая Верико Анджа Паридзе, вообще там каждую роль играют очень большие грузинские актрисы советского периода, и я настолько был влюблен в эту пьесу, что я мечтал это исполнить. Болеро? Болеро, да, но просто понимаете, возраст, я очень быстро, это нельзя танцевать пожилым, только Сильвегилем, я считаю, что есть только два исполнителя этого балета, Майя Плесецкая и Сильвегилем, все остальное, это, к сожалению, мусор, а, третий я видел, третий очень хороший, Николя Лёриш, все, все остальное, не могу смотреть, даже это смешно. Спартак? Для меня? Не, ну что вы, я вообще даже, что вы, последний великий Спартак, это и Рек Мухамедов, и все. Не, понимаете, Васильев это там, это недосягаемо, Владимир Васильев, да? А Рек просто, во-первых, это был очень большой танцовщик, и очень, еще фантастическое было его сочетание с пониманием театра Григоровича и Николай Симачев, как репетитор, конечно, который был потрясающим репетитором, он был характерный танцовщик, и очень, очень умел даже, вот, понимаете, как-то придумать, как что-то, и это была очень сильная работа. В Грозном и Рек мне, я его вот вообще не воспринял, а Спартак, вот, ну, навсегда в глазах, как впечатление. Мне очень жалко, что я не видел Владимира Викторовича живьем, но, конечно, фильм не передает, вот черно-белая запись, там видно, Лавровский и он, это разные полюсы, но потрясающе. Я застал вместе с Максимовой Анюту как раз последний. Это я видел все спектакли. Это как раз последний блок, который был с мамой. Гений, гений, ну, опять-таки, гений, ну, понимаете, вот ничего не сделаешь. И до последнего дня, ведь, Екатерина Сергеевна, почему я вам говорю, что я видел все спектакли? Мои одноклассники, кто вот со мной учился, Женя Дайниховский, Антоша Лещинский, это был первый состав, и Саша Зайцев, и Люша Кузнецов второй. Они танцевали братьев. И вот с того момента я смотрел все спектакли. Я ходил всегда, если танцевала Екатерина Сергеевна, я ее обожал, я ходил всегда. До последнего дня ни одно движение эта женщина не отменяла. Хотя, вот кто был фантастический трудоголик, и эту Тарантеллу, когда стала, вот она же одна танцевала очень много лет, а потом, когда стали танцевать, когда я стал смотреть, что это не делают, тут падают, здесь не докручивают, это не могут. Но мало того, что нет очарования Максимовой, кстати, очень хорошая роль, единственное, что мне понравилось в творчестве Степаненко, она была как раз дама, вообще не понимающая, что существует роль на сцене, это было, конечно, Анюта, она туда попала идеально, и с ней рептировала сама Максима. Вот она была первая, кто станцевал после Екатерины Сергеевны, и Катя с ней сделала как-то что-то такое, что в ее исполнении эта роль была безумно убедительна. Вы вспомнили Филина, не общались? А зачем? О чем? Ну, может быть, как-то поговорить? Вот о чем? Ну, прояснить, чтобы вот все точки расставить. Вы понимаете, у меня не было с ним точек. Я вам сейчас объясню. Сережа – мой кумир. Я, когда его увидел, 13-летний, мне 13 лет было, он был выпускник. У нас большая разница в возрасте по театральным меркам, да. Я его увидел, и я был его поклонником с первого дня. Первая статья о нем, большая и серьезная в журнале «Балет» написана мной. Понимаете? Я настолько его, как сказать, вот он был моим детским кумиром таким. Я ходил на все его премьеры, когда учился в школе. Я ходил, даже когда стал артистом, я ходил всегда на его спектакли. Я прекрасно понимал его уровень возможностей. Он, к сожалению, был слишком невелик, но он очень красиво попадал в некоторые роли. С моей точки зрения, вот когда восстанавливали Ромео, это лучший исполнитель Ромео был, потому что он, вот как-то ему и по возрасту это подошло, эмоциональному возрасту. И мы сидели в одной раздевалке всегда вместе, очень много шутили. Мы слишком были близки, слишком близки. Когда началась вся эта «Комарили» с Анжелиной, и когда он мне посмел в лицо просто сказать, что ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она у нее все сложилось, определенные вещи совершила, при нашей степени близости, которую мы друг другу вообще позволяли, когда вы, представляете, вы сидите рядом с человеком, бок о бок, и видели все, и знаете друг про друга все, и слишком больше. Я ему сказал, что вот с сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно. Встал и ушел. Я с ним после этого не разговаривал никогда. Он еще после вот этого нашего разговора где-то года полтора проруководил вот до этого события. Я даже когда его видел, я просто опускал глаза и проходил мимо. Он ко мне подходил после спектакля, если я танцевал, я просто отворачивался и уходил, потому что для меня, вы понимаете, мне можно вообще в лицо сказать и сделать, мне можно что угодно, но моего ребенка обидеть, это я могу Денису сказать, что он дурак и делает что-то не так. Но не дай Бог, кто-нибудь скажет, что Денис что-то делает не так при мне. Это не значит, что я не согласен с этим человеком. Я прибью просто. Понимаете? Я никогда не забуду слезы Анжелины, я никогда не забуду количество издевательств над Анжелиной. Мне это было слишком. То, что он вытворял и как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается. Вообще, частая практика, когда требуют или предлагают за роли... Постоянная. То есть, в принципе, движение МИТУ может взорвать... Если не дай Бог откроет сегодняшний Большой театр РОД, просто в России МИТУ не принято. Вы понимаете, девочка одна сказала все честно, ее чуть не убили. Зачем? Они боятся, они боятся жутко. Но сегодняшний Большой театр, МИТУ, это просто... Ни один человек не выходит на сцену без этого. И мальчики тоже? И мальчики тоже. К сожалению, да. С Дмитриевиченко после освобождения не разговаривали? Разговаривал я. Дело в том, что я с ним в основном-то разговаривать стал после... Все ситуации. Да. Весь коллапс ситуации, что Паша дружил с Сережей. Шуфилин и Дмитриевиченко это те люди, которые очень много дружили и общались. В отличие от меня. Просто очень часто я с Пашей был в одном спектакле. Я был Дебриен, он Абдер-Ахман. Я был Альберт, он Ганс. Я был Щелкунчик, он Мышиный Король. Очень часто я с ним участвовал. И надо сказать честно, что знаете, все-таки молодые артисты, они по-разному себя ведут. У нас большая разница в возрасте с Пашей. Но он ко мне относился с каким-то очень большим пиететом. И даже когда приходил на репетицию вторым персонажем, это было все время тогда Николай Мак... Он никогда мне не сказал Коле, хотя в работе я все время говорил, Паш, прекрати, что ты меня все выкаешь и... Николай Максимович, я не могу. Это было до этой всей ситуации. Мне всегда это было поражало его такое вот очень ко мне какое-то так уважительное отношение. Ну и на суде я просто был поражен его смелостью. Во-первых, Пашу освободили по УДО, а потом с него сняли все обвинения. Он же оправдан. Чем он сейчас занимается? Он получает второе или третье даже образование высшее юридическое. Работает он в каком-то подмосковном городе. Я все время путаю названия. Но в балет вернуться уже нереально. Нет, он очень правильно сделал. Он пришел. Он пришел, занимался в Большом театре. Когда он увидел, как руководитель унижает артистов, с каким тоном он смеет говорить, он может сказать, ну ты подай мне вот так. И в телевизоре это же все показывают. Вы понимаете, Паша со своим гонором, ну если бы я увидел, я бы тоже бы это сказал. Я пример сейчас вам про это расскажу. Я ему нельзя было, ну как сказать, нахамить даже. Потому что он под УДО был тогда еще. И он понял, что лучше он уйдет, чтобы это не видеть, чтобы не дай Бог попасть в плохую ситуацию. Потому что я пришел в Большой театр, это было вот как раз еще, когда Эля Севенарт заканчивала, я очень хотел, чтобы Эля попала в Большой театр. И я, ну как бы, как человек воспитанный пришел в кабинет к Вазиеву поздороваться. И у него стояло три женщины в кабинете. Он сидел вот так, курил и с ними разговаривал. А я зашел, и значит, одна из них моя ровесница, вторая была на два младше, и одна женщина, которая, ну так, лет на 25 старше меня. Я никогда бы при женщинах не сел просто. Но тут у меня был спортивный интерес. Я просто взял и сел. Мы разговаривали еще минут 40. Весь кабинет уставлен креслами. Я сидел просто, мне было интересно, на какой минуте дамам предложат сесть. Не на какой? Не на какой. И когда человек посмел сказать, что а я стал рассматривать мебель, потому что это мебель из кабинета Григоровича. Вы понимаете, они все, будучи артистами, они все мечтали посидеть в кресле Григоровича. Очень хотели все. Ну, тут дорвался что-то. И я стал рассматривать мебель, потому что ее отреставрировали. Я стал просто смотреть, как ее отреставрировали. Это ампир настоящий. Друг он говорит, а ты у меня не был здесь в гостях, что ли? Я так понял, вообще-то вы здесь у меня в гостях, я-то дома нахожусь. Ну, люди, когда не понимают, кто где, что. Понимаете, вот я много раз говорил, я очень горжусь тем, что я здесь нахожусь, но я в один прекрасный день стану бывшим ректором. И это нормально, потому что руководитель может быть бывшим очень быстро. Президент может быть, к сожалению, бывшим. Вернее, нет, премьер-министр бывшим. Президент навсегда остается президентом. Он не бывает, ну, как бы недействующим, можно сказать. Номерной. Да, номерной. Так же, как король, номерной. Да? Премьер Большого театра навсегда премьер Большого театра. Это навсегда. И тут даже не номер, а тут просто как Этуаль Операде Пари. Это навсегда Этуаль Операде Пари. Понимаете? Артист не бывает бывшим. Не бывает. Потому, когда я это слышу, у меня здесь кто? Где? Вы кому сейчас это сказали? Понимаете? Эти люди, на самом деле, правда, считают, что они есть Большой театр. Это так страшно. Но я их очень много видел, когда был юным. Понимаете? Меня тогда это поразило, что я никогда не буду такой, как другие. Почему, когда я сюда зашел, вот я вот на этом месте вот сидел, здесь сидел весь коллектив спустя несколько дней после представления. Я им сказал, дорогие господа, чего вы опасаетесь? Они мне рассказали. Я сказал, значит, давайте договоримся сейчас. Если вот кто-то, если вот это мне предложат, или вот это, или вот это, потому что их настраивали, что вот это может произойти. Я сказал, я первый на ваших глазах пишу заявление, но в своей жизни я не допущу, чтобы это здание забрали, чтобы там произошло то-то и то-то и так далее. Я не позволю себе, чтобы это было. Я уйду, и скажу, нет, это не я, я не подпишу эти бумаги. Понимаете? Я очень хорошо понимаю свое место в этом заведении, и каждый раз, когда говорю, школа, да, наша школа, точно так же, как на одном совещании было, ой, вам это понравится, рассказ. Что-то было о президентских грантах. Я не помню, что, и Владимир Ростиславович Мединский собрал всех самых главных руководителей, самых главных музыкальных и учебных заведений. Конечно, там выступать должны были по иерархии, по старинности заведения. Конечно, мы первые. Но так как в зале присутствовал Валерий Гергеев и Тимирканов, конечно, первое слово дали Тимиркану, ну, Тимирканов, это, ну, это где-то, вот для меня слово Тимирканов, я уже сразу встаю, и это что-то божественное. Конечно, Тимирканов говорил о культуре, о городе, о значении, потом встал Валерий Абисалович, который к моменту этому, ну, к этому моменту руководит уже театром Мариинским, он с 94-го года назначен, представляете, да? И Валерий Абисалович говорил, Мариинский театр, Мариинский театр. И тут, знаете, ну, потом я что-то говорил об академии, об образовании, и стал руководитель Большого театра, директор, который, с вами говорил, мой театр, мой театр. И Мединский просто, он меня поймал за руку вот так, и сказал, Коля, умоляю, потому что у меня, видимо, поднималось, поднималось, поднималось. Чей театр? Я понимаю, если бы сказал, Гергиев, мой театр, потому что это один из величайших дирижеров мира. Нравится, не нравится, это так. Хозяйственник, умывальников, начальник, и мочалок, командир, говорит, мой театр, это стыдно. Понимаете, если это допускается в нашей стране, то надежды нет, просвета нет. Почему я вам... Мы начали с того, что я вам говорю, мне в какой-то момент стало неинтересно. Тбилиси скучаете? Нет. Я скучаю по людям, которые наводняли мой город, мое детство. Я скучаю, конечно, по климату, по воде. Понимаете, для меня нынешний Тбилиси безумно красивый, но в нем не всегда есть мои люди просто. Ну, как бы, вот мне иногда хочется зайти в какой-то двор, где вот я знал, что здесь будут сидеть там такие-то дамы, они будут, у них такой-то разговор будет. Это, к сожалению, все меняется. Как вы относитесь к условному культурному протесту грузинских артистов, которые отказываются ехать на гастроли, например, выступать в России? Вы знаете, каждый человек принимает решение сообразно своему менталитету. Колчак сказал замечательную фразу, что когда входишь в город, не надо доверять извозчикам, дамам легкого поведения и артистам, потому что их профессии служат каждой власти. Вы знаете, просто, когда артист путает рампу и трибуну, это сложно. Очень мало кому из артистов, а я здесь подразумеваю и дирижеров, и режиссеров, и так далее, понимали, как сцену можно использовать как трибуну. Любой спектакль Тавстоногова почему запрещался, почему преследовался, почему купировался, а потому что это была трибуна отчасти, потому что иносказательным путем были подняты такие нравственные темы, подчеркиваю, нравственные, не политические, что тем, кто понимал что-то, кололы это глаза. когда люди такие вещи заявляют. Да, я понимаю некоторых моих коллег, которые очень обосновывают свои поступки, но что касается меня, я никогда в жизни не являлся политической фигурой такой, которая могла бы, ну, я не состою в партии, я не член Государственной Думы и так далее. За политической жизнью в Грузии следите или совсем далеко? Ну, что-то слежу, что-то я не очень понимаю, мне стало сложнее следить, потому что русских новостей нету, а грузинский язык я понимаю очень хорошо, я на нем разговариваю, но, к сожалению, какие-то терминологии, особенно политические, она мне не всегда доступна. Потенциальное возвращение Саакашвили на политическую арену, как думаете? Я не знаю, что было до. Я уехал в 87-м году, я никогда не жил в Грузии, я жил в Грузинской СССР. Это большая разница. Потом, когда был весь этот коллапс с войной и чудовищные годы, понимаете, то, что началось на Донбассе, Грузия пережила в 90-е годы, ужасно пережила, потому что как раз мамина смерть и пришлась на ад. Представьте себе, билетий, который вымирает в 5 часов вечера. нечеловечески страшно. Потенциально в какой момент Грузия и Россия снова могут стать близки? Всегда. Потому что это единственная страна для России, Грузия, Греция, Грузия и Россия. Это единая вера. А Грузия очень верующая страна. И всегда была. Например, даже на мой взгляд, опять же, из-за политических амбиций, Грузия не принимает нашу вакцину. Вы знаете, вообще, насколько я понимаю, нету никаких взаимоотношений. Просто я вам как турист скажу. Сейчас вот как турист, не как грузин по происхождению. Дело в том, что вы в Грузию можете в любой момент встать и поехать. Граница для граждан России открыта. А грузины въехать в Россию не могут. И это, я считаю, главная проблема, поставившая стену. Значит, Россия не доверяет Грузии. Грузия доверяет русским. А тут нет. И это я говорю как турист. Я очень счастлив в том, что я российский гражданин. Мне не надо идти в посольство, мне не надо делать визу. Я просто с русским паспортом прихожу на граничный контроль. Да. А, например, в Абхазию я, российский гражданин, не могу въехать, потому что в моем паспорте написано, что я, во-первых, цискоридзе, а во-вторых, я родился в Тбилиси, в Грузии, ну, как бы в Тбилиси. А для Абхазии это уже плохо. Понимаете? Вы, кстати, вакцинировались? Нет. Нет? Нет. Я вообще к этому отношусь, ко всему этому балагану отношусь немножко... Ту-ту-тву. Меня это никак не коснулось. Я только занимался тем, что я помогал многим моим коллегам в Мариинском театре, многим педагогам в Мариинском театре. И когда очередной раз мне кто-то как бы сообщал, что там заболел тот человек или тот, и я занимался опять больницей и устройством, я все время говорил, слушайте, я не понимаю, почему в этом городе москвичеца с коридзой должна решать все. Я не работаю в Мариинском театре, я не профсоюз, но обращаются все ко мне. Когда проснулись и увидели взломанный телефон, а затем все эти истории с сприншотами переписки, фотошопом... Ну, я лишний раз посмеялся, я лишний раз подумал, ну, надо же, как я вам мешаю, я же знаю, кто это делает. А если вы знаете, почему вы не пойдете в полицию? А зачем? Что бы ни делали. Вы знаете, очень хорошо мама говорила, что собака лает и караван идет. Вы понимаете, количество лжи, вброшенной с момента появления интернета в России, на мой счет, оно зашкаливает. У бывшего генерального директора целый штат работал на это. На то, чтобы обо мне писали гадости в газетах и в интернете. У нынешних руководителей работает штат на них людей, пранкеров и так далее, и так далее. Я знаю, кто это оплачивает, это мало того, еще соответствующие органы знают. Вы понимаете, если бы хоть что-то из того, что они вбросили, было бы правдой, я бы сейчас бы сидел с вами, разговаривал в этих стенах. Маловероятно. Маловероятно. при этом вы знаете отношения нашей страны и так далее, и тому подобное. Потому как бы фейк есть фейк. Зачем на это обращать внимание? Когда вы вообще, вы знаете, вот фраза, сказанная Ахматовой о Бродском, она должна для всех наших политических структур служить примером. Какую карьеру делаете рыжему? Понимаете, зачем? Любой мой взгляд, вы понимаете, что очень интересно? Любое мое присутствие на спектакле, любое мое слово, сказанное о ком угодно, оно придает вес. Я свое положение заслужил на сцене, делом. А они хотят на моей, как сказать, на моем горбу прославиться. Почему я очень давно сказал, что в карьере некоторых артистов навсегда, сколько бы они им не дали ролей, будет только одно. Они когда-то выпускались у Николая Цискоридзе. И, используя мое имя, они к себе постоянно привлекают внимание. Вот во всем этом скандале с Сережей Филиным, ведь моя фамилия больше всего привлекала внимание. Просто она не привнесла ему пользы, потому что никто не запомнил его фамилию, но мне рекламу сделали как никому. Что стало решающим аргументом, чтобы Николай Максимович вышел в социальные сети? Вы столько лет держались? Мой ученик меня убедил. Давайте назовем имя героя. Так получилось, что я стал работать на карантине с очень одаренным парнем, его зовут Марк Орлов. Просто я сидел дома, и меня попросили, он тоже сидел на карантине, он учился в московском училище, чтобы я немножко помог парню, с ним позанимался. Раз я сижу дома, ничего не делаю. А я каждый день со своими занимался по Зуму. Они сами назначали время, что Миша находился в Чикаго, Арон в Лондоне, Руслан в Воронеже, Паша в Калининграде. И вот они в какой-то момент все созванивались, я садился и им давал урок. Но я подумал, ну хорошо, раз я сижу дома, осталось две недели, мы все же думали, две недели, хотя я тогда сказал, что все это до сентября. Ну вот я стал с ним заниматься и в какой-то момент он как-то очень доходчиво мне объяснил. Он такой, какой-то такой, во-первых, очень красивый мальчик, очень хороший, как-то он мне так сказал, Николай Максимович, ну что, давайте я вас зарегистрирую. Я говорю, ну давай, но мы никому давай не скажем. Я должен был с Юсифом и Вазовым провести, я ему пообещал, я с Юсифом и с Аней Нетребко, дружу очень много лет. Я сказал, конечно, Юсифчик, я с тобой проведу этот прямой эфир. Сторис, да. И как оно пошло, просто мы, он только зарегистрировал, к вечеру было пять тысяч человек подписано. Он мне говорит, слушайте, люди прикладывают, сейчас уже триста с чем-то. Не знаю. Я просто в какой-то момент понял, что, знаете, очень интересная вещь. Тенденция времени. Неважно, как вы выступаете, главное, что вы выложили. Когда я столкнулся с тем, что я, выкладывая свои танцы, провоцирую людей на то, что они начинают спрашивать, а где вы это танцуете? Ну, в смысле, когда можно посмотреть, я говорю, подождите, я не танцую уже. Восемь лет как. Да. А оказывается, что, ну вот, и это очень важно, чтобы люди сейчас в интернете твоя жизнь важнее, чем в театре. А вы сами ведете? Да. Все сами делаете? Да. У меня есть помощник, который правит, я уже говорил, правит русский язык, потому что я, как был, чурка, безграмотная. Причем, что если я правила, я вам расскажу на пять. Напишите, я напишу все равно, Саша. Блиц. Давай. Демон Лермонтова или демон Врубеля? Оба. Нет, надо выбрать одного. Нет. Как можно их выбрать? Мгах? Если бы вы мне сказали живопись и живопись, да, или как бы литература-литература. Мгах или Ваганова? Для меня Мгах. Я вырос в Мгах. Лебединая или Жизель? Жизель. Щелкунчик или Четная? Щелкунчик. Москва или Петербург? Москва. Москва или Тбилиси? Москва. Что изображено на схеме? А это Петипа. Я не могу вам сказать, какой балет. У него много таких записей, но это Петипа. Это рукописи к балету. Четвертая картина «Лебединое озеро». Видите, как интересно. Видите, угадал. Все-таки не дебил. И это при том, что я говорю, это вопрос, который я подсмотрел у своего коллеги спортивного комментатора. Слушайте, я профессионал в своем деле. Со мной о балете. Вы же понимаете, мне сейчас задать вопрос любой о любом спектакле, я начну читать лекцию, не задумываясь. Если вы думаете, что я готовлюсь к чему-либо когда-нибудь о балете, нет, неправда. о чем мечтает Николай Цискоридзе? Ой, знаете, я очень давно люблю это. Когда у Булгакова заканчивается «Мастер и Маргарита», там говорят, что они не заслужили света, но они заслужили покой. Я, конечно, света хочу, но покой мне нравится больше. Мне карантин подарил невообразимое удовольствие и счастье и покоя. Я получил такое колоссальное удовольствие, то, что я вам говорю, когда вот этой трансляции, да, я потом себе ставил задачу, допустим, вот я сегодня целый день у меня «Золушка» растение, завтра у меня только «Вильгельн Тельн» растение. Я все составы слушал, я в этот момент у меня на полках огромное количество книг. Я читал об этих операх, о композиторах и как-то сам себя немножко развивал и веселил. Понимаете, столько, я чем больше, допустим, слушаю там Диму Быкова или других, серьезных таких литературоведов и, ну, и Дима еще и поэт, и писатель, я понимаю, что я ничего еще не читал. Еще столько всего неизведанного вообще, а я вот все вот за какой-то пятыми позициями каким-то, какая-то ерунда. Вот я занимаюсь, жизнь прошла на ерунду. Есть очень, я обожаю оперету, и есть замечательная экранизация Светлана Дружининой и Мистера Икса, и там есть дуэт, который играет Басов и Касаткина, и там жизнь прошла, потрачена на винегреты, на салаты и конфеты. И я, когда в детстве это услышал, я подумал, как это страшно, когда жизнь потрачена на винегреты. Чего боится Николай Цискоридзе? Да ничего. Самое главное не болеть, никому. Самый бестактный, но самый популярный вопрос, когда ждать семью? Кого ждать? Это что, такси? Ну вот. Или это рейсовый автобус, что ли? Я не понимаю. Штампик и в паспорте. Нет, это никогда. Паспорт я не испачкаю. Сдайте адрес, где самые вкусные эклеры в Петербурге. Вы знаете, мое детство пришлось на, конечно, Тбилиси. Домохозяйки делали фантастический заварной крем. И на углу Никольской площади и Грибоедовского канала, и канала Грибоедова, есть кафе Антре. И там рецепт, по которому делают крем для эклеров, вот он абсолютно тот советский, который делали наши домохозяйки заварной этот крем лучший, лучший, потому как бы сейчас я на диете, я не могу себе это позволить, но когда я захожу, уже девочки меня там все знают, они мне сразу говорят три или четыре, я говорю пять. Обычно я ем сразу пять там, иногда я что-то беру еще с собой, и могу прямо, ну, меньше трех они мне не приносят никогда, они знают, что моя порция большая. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.